Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о таких играх как Fortnite и PUBG. А если быть конкретнее, я выскажу свое мнение по поводу всей ситуации вокруг этих игр. Дело в том, что когда я на днях проводил 10-часовой стрим по Fortnite, я столкнулся с маленькой агрессией в мою сторону. Из-за того, что я якобы играю в реально говно игру и что я немного поехал головой. Ну кстати да, играть 10 часов подряд здравому человеку мысль не придет. Со всей этой ситуацией я увидел, что почему-то люди уверены, что Fortnite это говно. Игра для школиков и что играют в нее одни дебилы. И лучше вместо нее поиграть в шедевральный PUBG. Я с этим полностью не согласен и сейчас объясню почему. Если что, я играл в обе игры с даты релиза на консоли Xbox One. И в видосе будут затронуты только консольные версии, ибо на ПК я не играю. Сорян, пацаны. Если быть кратким и лаконичным и вести в курс дела, то PUBG и Fortnite это две игры, которые в прошлом году не на шутку хайпанули из-за оригинального в кавычках режима королевской битвы. После выхода такого режима в игре Fortnite, геймеры поделились на два лагеря. Кто-то отдал предпочтение PUBG, а кто-то продукту от Epic Games. Смысл режима идентичен, занять топ-1. А вот сам процесс игры и визуализация возможностей игры совершенно разные. PUBG больше ориентирован на реалистичность, на тактичность и на более серьезную и медленную игру. В этот же момент Fortnite идет совершенно в другую сторону и ориентирован на более быструю игру, на более фановую обстановку, с кучей разнообразности событий и с мультяшной визуализацией. Смотря на комменты, в которых пытается обосновать, почему PUBG лучше, я наталкиваюсь чаще всего на такие аргументы. Там несколько карт, реалистичная графика, PUBG масштабнее, в PUBG нет строительства, PUBG прославил жанр королевской битвы. Но самый главный аргумент, который попадается еще чаще, чем предыдущие, Fortnite просто говно. И знаете, в нескольких аргументах прозвучало действительно правда, но наполовину. Если сравнивать карты, то да, в PUBG их действительно больше, ибо в Fortnite вообще одна. Но в Fortnite вместо нескольких карт сделали одну, но развивающейся. Если посмотреть, какая там карта была и какая она сейчас, это совершенно разные локации. Да, ландшафт остался тот же, но все, что находится на нем, изменяется и с каждым сезоном. Где было озеро, стала пропасть. Где было три дома, появился небоскреб. И я считаю, что данное изменение замещает отсутствие нескольких карт. Насчет графики. Я хрен знает, что имеется под реалистичностью, но по сравнению с Фортом, PUBG довольно-таки реалистичен, ибо Форт полностью мультяшный. Но знаете, лично мне нравится больше визуализация Fortnite, так как из-за стилистики он не выглядит, как игра 2010 года. Да, я реально считаю, что PUBG выглядит очень плохо для игры 2018 года, и для меня там реалистичностью не пахнет вообще. PUBG масштабнее. Это факт, но эта масштабность лишь влияет на скорость игры, и это не делает игру как-то хуже или лучше. Лично мне эта масштабность как раз не нравится, так как на передвижение уходит довольно много времени, и масштабность влияет на скорость игры. То есть, если сравнивать игры в этой категории, то я также отдам предпочтение Форту, так как там из-за небольшой карты возникает чаще контакт с другими игроками, и это делает, на мой взгляд, игру интереснее. Почему-то многим не нравится строительство. Прям, ну вот вообще не нравится. Многие из-за этого просто ненавидят Фортнайт. Опять же, не понимая почему, ведь оно очень разнообразит процесс, помогает выйти из каких-то сложных ситуаций. При помощи строительства вы можете построить большую огородку, залезть на гору, поставить ловушку, а иногда и вовсе загородиться от пуль. Когда я проводил сходку, я просто офигевал, как парни выходили из невероятных ситуаций, именно при помощи строительства. Они строили такие баррикады и ловушки, что можно просто офигеть. Если же представить ситуацию в том же Пупге, то, скорее всего, кто-то просто выйдет с угла, будет отстреливаться, а потом просто ляжет и умрет. Как по мне, строительство придает динамику и скорость игре. И, скорее всего, многие критикуют строительство, потому что не могут так же строить, как и другие игроки. Пупг прославил режим королевской битвы. Бля, ну здесь я вообще не знаю, что ответить. Ну прославил, и что? И это значит, что он лучше? Ну, хз, хз. Скажите, это батл роялю колды. И один из самых сильных и частых аргументов Fortnite для тупых школьников. В принципе, несложно заметить, что преимущество все-таки там сидят люди младшего возраста. Но это никак не влияет на игру. Вас никто не принуждает играть с ними в одной теме, никто не принуждает сидеть вместе с ними в чате и поддерживать связь. Поэтому смысл вообще смотреть на аудиторию игры. Я очень много раз проводил сходки по Форту, туда приходили школьники, и я скажу, что с ними было так же интересно играть, как и со взрослыми. Они были все адекватные и знали, что делать. Да, я понимаю, что среди школьников неадекватов будет больше, но, ребят, скажу вам честно, и среди взрослых их хватает. Зайдите, к примеру, в ту же Радугу. Там ребята очень часто грубят и кидают жалобы просто так. Разве это адекватно? И опять же, никто не принуждает вас играть со школьниками. Это, скорее всего, просто тупой стереотип. Если в игре больше школьников, значит она автоматически становится говном. Я так не считаю и предпочитаю Форд еще по двум причинам. Первая это бесплатность и хорошая оптимизация. PUBG стоила 2К, оптимизации там не было. Подвезли ее где-то через год, а то и больше. Лично у меня она до сих пор не так гладко работает. Сейчас же она по подписке Xbox Game Pass и стоит со скидкой 300 рублей. Да, я понимаю, что это небольшие деньги, но Фортнайт вообще при этом бесплатный и работает намного лучше. Там целых 60 FPS, когда в PUBG еле 30. Как по мне, в этом режиме производительность встает на первое место. Да, многие скажут, да купи ты себе X-версию и тебя PUBG лагать не будет. Ребят, повторяюсь в сотый раз. PUBG это не такая требовательная игра, чтобы не тянула ее фатка и у некоторых обладателей X-а PUBG все равно тормозит. И виной тут совсем не мощность, а оптимизация. И Форд оптимизирован куда намного лучше. И вообще, если убрать технические характеристики, то Форд я предпочитаю из-за быстроты геймплея и разнообразности внутриигровых предметов. Зашел, быстро слил катку и вышел. PUBG ты можешь бессмысленно пробегать минут 20 и умереть, так и не увидев никого. Какая игра лучше для вас? Решайте сами, ведь ваш выбор это самый правильный выбор. Но обзывать другую игру говном лишь потому, что она вам не зашла, это как раз таки поведение топового школьника. Не надо так. Вот такое мнение у меня на эту ситуацию. Если тебе понравилось видо, ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение, почему тебе нравится Фортнайт или PUBG. Только без хейта, пожалуйста. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok